Всем привет, дорогие друзья, с вами Ректаб Бест. Добро пожаловать в новый ролик. Сегодня мы немножко повоюем, позборим различные цели, все как вы любите. Это, кстати, контент месячной давности, его записывал из прошлого королевства, там, где мы были семьей XAX, с РГ, с вьетнамскими гильдиями. Вот как раз-таки их, вьетнамцев, мы и будем сегодня в этом ролике обнулять. А гос, в которой мы находимся сейчас, какой-то прям максимально тухлый, тут вообще ничего не происходит, возможно, потому что меня в игре нет. Я вот сегодня заходил с утра в игру, посмотрел Вестник, и за последнюю неделю я там ни одного сбора от гильдии GVT не увидел. То есть, либо ребята отдыхают, либо просто цели никаких нет. Но вот насчет Ксинга, он тоже особо не играет, его аккаунт готовится потихонечку к следующей императорской битве, она будет в середине сентября или там где-то в начале сентября, его аккаунт будет играть в соло-саппорте как помощник Белгим. Белгим будет ставником, вот, это наш союз, М44, даже, можно сказать, уже наша семья, вот, а на аккаунте Ксинга в соло-саппорте буду играть я в качестве оператора. Вот, конечно, такой контент вам почему-то не особо заходит, хотя он эксклюзивный на Ютубе, такого, ну, никто не делает, вы такого нигде не увидите. Но я так понимаю, что все же больше вам нравятся обнуления, там, соло-атаки на КВК и так далее. То есть военный контент такого плана, который доступен большинству, а соло на баронках и императорках, это уже что-то на супердонатном языке, не всем понятном. Вот, наверное, поэтому большинству это и неинтересно смотреть. Я это понял по последнему ролику с баронской битвой, там, по-моему, полчаса он длится. Но он чисто под музыку, и набрал он что-то 4000 просмотров, 200 лайков, то есть мало кому он понравился, поэтому нужно будет как-то такой контент по-другому монтировать, преподносить, ну, или же выкладывать реже. Хотя это и так редко происходит, баронская битва это раз в три недели, а императорская и вовсе раз в полтора месяца. Но посмотрим, вот, я даже попытался как-то это на английскую аудиторию еще частично запулить, но, видимо, не вышло. Алгоритмы ютуба как-то не так сработали, и англичане даже и не посмотрели. Ну и ладно, хрен с ним, сейчас мы посмотрим на сборы на игроков из гильдии ГИФ, я уже протестил фалангу одного из ярников, там, точнее, даже один ярник, а другой товарищ с 600 миллионами силы, и они оба назапали. Они вкидывались в какой-то сбор, мы решили в них поразряжать кроликов, побить их пехотой. Вот, один стоял на стрелковой фаланге, а второго я даже не чекал. Просто Крит решил сделать сбор из пехоты, он такой более универсальный, потому что вряд ли чел в сети будет принимать нас на кавалерийской фаланге. Такого просто, ну, быть не может в топовой гильдии, такой как ГИФ. Ну вот, в первое товарища мы уже зашли пехотным сбором. Кстати, сборил Байбак, он в это время зашел в гильдию ГВТ, так как гильдия ХРХ из нашего ГОСа улетела в то время. Ну и Байбак здесь просто разрядил кролика, убил товарищу 3 миллиона Т-вторых войск в гроб. Видимо, фаланга там была пехотной, не стрелковой. Вот в этом плане немножко не повезло, но тем не менее урон был, поэтому вот как-то мы здесь разменялись. Далее у нас сбор на игрока 650 миллионов силы тут почти. Пока что ферм сет не палится, смотрите, ну его, конечно, полностью укрепили. Сейчас он сет сменит в последний момент. Я прожимаю коврики с аккаунта Ксинга, чтобы возможности посмотреть, чем мы идем, у противников не было. И в итоге здесь Крид забыл использовать кролика, оставил своего лидера в тюрьме. Ну и нужно как-то Крида спасать. У противника еще где-то минут 10 запало, там чуть поменьше. Один сбор как минимум мы успеем на него сделать. Он явно принял нас на пехотной фаланге, причем потерял по силе гораздо больше, чем предыдущая цель. А по войскам, кстати, меньше. То есть это были войска более высокого класса, либо Т-3, либо Т-4. Ну, скорее всего, второе, чем первое, потому что Т-3 войска мало кто тренет. Вот, видимо, это ловушка под пехотный креп. То есть впереди у него были только Т-4 пехотинцы, плюс к этому сам креп, да, там в размере миллиона Т-4 войск. Ну и далее нужно сборить его кавой. Хотя, в принципе, он может нас прочитать и поставить под наш сбор стрелковую фалангу. Тем более я сделал сбор с аккаунта Ксинга. Было практически очевидно, что это будет именно кавалерийский сбор после нашего раствора пехотой от Крида. Ну, это просто логично сборить его кавой с такой просадкой по силе от пехотного сбора. То есть, ну, кава должна полностью его пехоту зачищать. Но вот, к сожалению, у нас не было второго сбора от наших союзников, который, в принципе, в теории мог бы его поджечь, если бы фаланга там так и осталась пехотной. То есть, первый сбор убивает всю переднюю линию, далее стрелки просто залетают в каву и выносят его, я не знаю, наполовину, наверное, всей его армии. Потому что войск там много быть не может, да и шмот там не суперсильный. Может быть, даже и фри-то-плей, смотря сколько аккаунту лет. В этот раз противник улетает от нас максимально далеко на край карты, понимает, что Ксинг это более серьезная артиллерия. И вот так вот у него хотя бы есть возможность успеть посмотреть, чем мы пойдем и сменить фалангу в зависимости от ситуации. Но мы постараемся не дать ему такой возможности, прожать вторые ковры максимально быстро и ударить его где-то секунды через две после выхода нашего сбора. Я тут поигрался с сетом, сначала стоял на стрелковом, потом за минуту до выхода сбора поставил пехотный, но вдруг как-то это повлияет на выбор его фаланги. Но тем более его постоянно здесь перекрепляли, и это как-то наводило меня на разные мысли. Что либо его сначала укрепили стрелками, потом передумали и решили обратно крепить под пехоту, либо наоборот сначала пехоту укрепили, потом кто-нибудь в гильдии там в чате посоветовал, что да тут кавалерийский сбор, ребята, блин, 100% нужно перекрепляться на стрелков. А возможности прочекать фалангу еще раз у нас нету, видите, он далеко стоит, сюда атаку не отправишь, я в этот момент не мог зайти на свой аккаунт и прочекать оттуда, поэтому будь что будет, полетим на рандоме, там уже повезет, не повезет. Но тем не менее, я уже использовал кролика на аккаунте к Синге, его лидерам рисковать не хочется, тем более 99% будет раствор даже в пехотную фалангу, потому что кава и стрелков там должно быть на миллионов по 5 как минимум. Этого будет вполне достаточно, чтобы съесть наш сбор даже с миллионом Т-5 войск. За 10 секунд до выхода я использую буст на 70% атаки армии, потому что вижу, что никого рядом со мной нет, никто меня сканить не будет, ну и буквально там за 3-2 секунды я уже меняю шмот и готовлюсь прожимать вторые ковры. Вот сразу их начинаю жать в лютом количестве, мне в этом помогаются гильдицы, и вот где-то секунды за 2, там 3, мы до него долетели. В итоге попали в пехотную фалангу, суммарные потери по силе больше 200 миллионов, то есть на его долю пришлось где-то миллионов 110 силы, ну там пострадал частично еще и креп, это тоже нужно учитывать, ну а сам он потерял явно больше там скольки, 70 миллионов силы, да сколько у него было изначально? Ну до сбора Крида 645 миллионов силы, то есть суммарно за 2 сбора он просел где-то на сотку. Ну и далее все, он улетает в другой ГОС, возможности засборить у нас просто не было, поэтому только так. Немножко его продамажили, пронесли абсолютно всю пехоту, там остались только кавалеристы со стрелками. Конечно, можно было бы его загангать в соло, но очень мало времени на размышления, поэтому вот так вот получилось. Следующая цель очень жесткая на первый взгляд, там по 2 миллиона каждого Т4, по 9 миллионов Т2, при этом стрелковая фаланга или стрелковый клин, также есть немножко Т5 войск. Сборит его Крид, в этот раз с Кроликом, тестовые сборы делать не стали, сразу идем Т4 плюс Т5, это конечно же пехота. Вот он удар, лидер Крида спасается благодаря Кролику, ну и давайте посмотрим сколько войск у противника осталось. Он явно не в сети. Тут мы видим, что пронесли частично Т4 и войска, тут было ровно 2 миллиона Т4 луков, сейчас уже лям 200. Т2 пострадали ровно наполовину, то есть из этого можно сделать вывод, что там стрелковый клин. Но следующие несколько сборов все равно нужно делать не из стрелков, а из пехоты, так урона будет больше. Стрелками стоит сборить только тогда, когда передняя линия у противника практически закончилась, ну или там осталось максимум 2 миллиона стрелков. А вот в ином случае сборьте именно пехотой. Мы однажды обнуляли цель на военном шмоте на стрелковом клине, он был не в сети, и мы пытались пробить его стрелков стрелковыми сборами, там тоже был стрелковый клин. И в итоге потом мы сравнивали эти отчеты с отчетами пехотных сборов, и пехота все же поэффективнее. Поэтому когда у противника остается много стрелков, даже на стрелковом клине, сборьте пехотой. Вот еще раз на эти грабли мы наступать не собираемся. Только что растворился еще один сбор от Крида, пронес половину оставшихся его стрелков, там готовится еще сбор от Иксаикс, от Безил, это тоже, по-моему, была пехота, или может быть даже стрелки. В любом случае они должны будут сократить количество его луков вдвое, что потом можно было бить кавалерийскими сборами. Конечно, в идеале бить одновременно, потому что каждый раз Креп там обновляется, уже слетелись наши союзники, будет примерно 4 сбора. Я взял в сбор таймер, ну и мы попытаемся ударить одновременно, чтобы шансов у противника выдержать следующую волну никаких не осталось. Да, вот идет последний сбор этой волны, сбор от Иксаикс, остается еще больше 900 миллионов силы, но сейчас, скорее всего, будет меньше. Так, удар. Давайте посмотрим. Да, он хорошо так просел, шмот там не меняется, и в итоге остается совсем немного стрелков, еще будет Креп, да, но я думаю, Кава сможет его поджечь, с учетом того, что он находится на полной ферме. Вот, ребята, пишите, какой контент вам нравится больше. Я стараюсь снимать максимально разнообразные ролики, конечно, чего-то, возможно, не хватает, а вот, пишите свои соображения по этому поводу. Вот, когда вернусь в Москву, это будет примерно через 2 недели, у меня уже будет больше времени для записи новых роликов, контент будет новый, ну и выходить он будет так же часто, как выходил месяц назад. Вот, кстати, с ноутом я разобрался, он сейчас практически не лагает, вот, правда, баронских битв в ближайшее время не намечается, а нагрузка максимальная именно там. Но вот посмотрю, что будет на КВК, наверное, несколько часиков я там смогу повоевать, а касаемо того, что я сделал с ноутом, так это я просто поменял термопасту на кулерах, которая действительно высохла за полтора года эксплуатации, я, честно сказать, не ожидал, что это произойдет так быстро, я не собирался ее менять, но посоветовали это сделать именно вы, и вы не ошиблись. Вот, поэтому я обратился к моему товарищу за отверткой и термопастой, все сделал сам, не знаю, насколько профессионально, но вроде бы все поменялось в лучшую сторону, по крайней мере сейчас фризов я не замечаю. Что будет дальше, посмотрим, там будет вскоре КВК, потом баронская битва, вот на КВК я постараюсь посидеть, позаписывать контент пару часиков, и сделать хотя бы один какой-нибудь полноценный ролик, там минут на 10. Много времени на КВК у меня не будет, да и тем более КВК будет на два госа, то есть не самое интересное, и многого ожидать от него не стоит. Прошлые КВК я полностью пропустил, даже одиночку не закрыл. На этом ролик подходит к концу, пишите в комментариях, какой контент вам нравится больше, чего вы ждете от моего канала в будущем, и также не забывайте ставить лайки под всеми роликами, чтобы продвигать их в топы, и они появлялись в рекомендациях у других людей, увлеченных контентом, связанным с Лордс Мобайл. Всем огромное спасибо за просмотр, желаю всем удачи, и всем пока!